Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И мы продолжаем с вами следить за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберца, далеко за его пределами. Сейчас мы с вами чаще, конечно же, говорим о здоровье, потому что проблема никуда не уходит, проблема COVID-19. Тем не менее, все-таки мы уже с вами не в весеннем периоде 2020 года, находимся в периоде осеннем. И есть надежда на то, что как-то нам удастся, ну, по крайней мере, сосуществовать с этим заболеванием. Тем не менее, по-прежнему это влияет на многих людей, людей пожилого возраста. И, естественно, мы переживаем за наших детей. Ну, и коль бы я сказал о детях, то сегодня мы решили поговорить на тему, не связанную с COVID-19, не связанную с удаленкой слова, которое вошло уже в нашу такую жизнь. Мы поговорим сегодня о другой проблеме, и вы поймете, какой, после того, как я представлю вам сегодняшнюю гостью. Татьяна Владимировна Макарова, заместитель директора по инклюзии школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, или сокращенно СОВЗ. Все правильно, Анна? Да, все правильно. Татьяна Владимировна, ну, естественно, для многих слово «инклюзия» что-то говорит, кто-то что-то слышал, кто-то что-то понимает. Для многих понятна вот эта вот расшифровка ограниченной возможности здоровья, которая так или иначе каждый год у нас, ну, не каждый год, но меняется, да, все время возвращается к слову «инвалид», люди с ограниченными возможностями, ну, разные названия, разные трактовки и так далее. Но я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, что тут в вашей должности есть слово «инклюзия». Да, есть. Да, вот этого слова некоторые боятся, а некоторые даже не в курсе, что это такое. Вот давайте мы начнем с этого, как появляется, неожиданно, почему появилась такая должность заместителя директора именно по инклюзии школы-интерната. Ну, это один из вариантов, скажем так, названия должности, может быть, и по коррекционной работе, то есть здесь разнообразие названия должности. Но что касается инклюзии, это термин международный, который появился, выработался где-то в районе 70-х годов, когда в скандинавских странах, в США, Японии впервые появился такой термин нормализация. То есть это включение людей-инвалидов в общую жизнь, то есть доступность этой жизни для людей с ограниченными возможностями, ну, инвалидов. В 1994 году была проведена конференция, где впервые появился этот термин – инклюзия. Что такое инклюзия? Включение, да? Включение в что-то целое, чего-то, да? И конкретно это включение людей с ограниченными возможностями, инвалидов в общую жизнь. То есть без каких-либо ограничений, которые, соответственно, сопутствуют любым заболеваниям людям, которые являются инвалидами. Ограничение по жизни, безбарьерная среда, понимаете? Безбарьерная среда. То есть до этого был период, когда, если у человека были ограниченные возможности, он становился инвалидом, то его как бы общество немножко отодвигало. Он был как бы за границей этого общества. Да. Сегрегация всем известная в Советском Союзе. Мы не знали, что такое инвалид. Но, вспоминая, это было очень единичный случай. На данный момент, когда под эгидой ЮНСКО была проведена эта конференция, вот впервые появилось это понятие – инклюзия. были закреплены принципы инклюзии. И стали появляться законодательные акты нормативные, которые бы давали возможность людям с инвалидностью жить полноценной жизнью в обществе, не испытывая давления на грузки. То есть любого возраста, любого социального статуса. Да, конечно, конечно. Независимо от их физических, умственных, эмоциональных особенностей. Понимаете? Это доступная среда. То есть, знаете, есть такое слово «норма», которое применяется в самых разных вариациях, особенно для человеческого здоровья, для восприятия человека. То есть появилась новая норма, которая позволяет людей, которые раньше находились как бы за бортом вот этой традиционной глобальной жизни. За бортом социума. Да, за бортом социума. В этот социум вернуть. То есть, я так понимаю, что это еще включает в себе какую-то медицинскую составляющую? Мол, так людям легче адаптироваться? Или как? Нет, это не совсем так. Психологически адаптироваться. В инклюзии это включает в себя изменение среды вокруг инвалидности. То есть, это подразумевается изменение среды, обитания, жизни. То есть, удовлетворяющие потребностям особым этих инвалидов. То есть, реформация среды образовательной, социума – это подразумевает реформацию. Понимаете? Изменение этой среды – это обязательный фактор для успешной реализации этой инклюзии, включения этих инклюзий. Хорошо. А вот эта инклюзия, она, я так понимаю, пришла все-таки в европейскую историю? Это, да, история европейская, западная. Западная. Потому что в 2006 году была подписана конвенция по правам инвалидов, где были закреплены основные принципы инклюзии в том числе. И прописаны отличия, что такое экклюзия, сегрегация, интеграция. Экклюзия что такое? Ну, что такое экклюзия? Это вот взяли всех и вывезли за сотый километр, понимаете? Это абсолютное… Ну, бывало такое в Советском Союзе, бывало. На Олимпиаду, например. У нас нет инвалидов, понимаете? То есть, мы вывезли и забыли. Нет инвалидов, нет алкоголиков, нет наркоманов, нет преступников. И все прекрасно, жизнь прекрасна. Мы не обременяем себя заботой о тех, которые слабее нас, понимаете? Мы можем здесь вспомнить еще и историю фашистской Германии, где это тоже вообще было прописано на законодательном уровне. Геноцид, по сути. Геноцид, да. По сути, можно и так сравнить. И было принято решение… Сердце вон из глаз долой. Да, было принято решение о том, что все-таки попытаться рассмотреть этот вопрос. И вот интересно, а как государство восприняло, государство восприняло это предложение? На Западе эта модель очень хорошо себя зарекомендовала. Такие страны, как США, Британия, Канада, Япония успешно реализуют эту данную модель. Ведь это же очень хорошо и, ну, скажем так, для общества. Это оздоравливает общество на самом деле. Потому что это идет такая вот система воспитания против дискриминации, понимаете? И не только о дискриминации по ограничениям возможностей здоровья, но и вообще как таковой дискриминации. Конечно, как таковой. Ты не такой, ты другой. Абсолютно верно. До сих пор есть ощущение, что какая-то спорность в этом ощущается. То есть есть ли у нас законодательные акты, которые все это уже закрепили, и это все уже вот как на примере, входим ли мы в эту какую-то фонд, организацию, которая этим занимается? Да, конечно. Россия в 2008 году подписала Конвенцию по правам инвалидов. И в 2012 году это было закреплено законодательно. Появился 273-й федеральный закон об образовании, где прописано законодательно закреплено права. Да, как это должно работать. Должно работать, да. В идее. Как это работает, это мы можем отдельно поговорить. То есть это не так давно, 8 лет назад практически. Да, да. В 2016 году появились федеральные государственные образовательные стандарты, где тоже регулируется право получения образования детей-инвалидов. Ну, мы сейчас, если говорим о детях-инвалидах, наши как бы, да. Во второй части конкретно по вашей работе поговорим. Да, да, да. Поэтому законодательная база есть, она существует, на нее опирается. Конечно, это должна опираться, это инклюзия, по сути. Она сделана на основе, так понимаю, общеевропейской, или там уже есть какие-то наши российские особенности? Ну, есть, конечно, и особенности, но в основном это принципы, которые были подписаны. Всемирные, как говорили. Всемирные, да. Конвенции по правам защиты прав инвалидов. Это абсолютно опасно. Ну, и вот исследования, мы поговорим во второй части, как я уже сказал, конкретно о том, что происходит в вашей школе-интернате, как это работает, или что-то немножечко другое. Вот такой вопрос. Какие-то уже есть выводы, вот всемирные, или российские, или европейские, что действительно система это доказала, что люди лучше адаптируются? Ну, вот все то, что хорошее вроде как заложено, насколько это уже исследования проведены какие-то? Ну, как я вам сказала уже, что на Западе это очень успешно работает. Как нам говорят западные коллеги. Но это действительно работает так. Есть больше возможностей для детей с инвалидностью, с особенностями. У них социальная вся сфера готова под таких людей с особыми потребностями. И система, она удовлетворяет эти потребности. То есть человек может отучиться, будучи с ограниченными возможностями, и после отучиться в обычной, скажем так, школе. В обычной школе совместно с обычными норматипичными сверстниками. Обычно это, да, не совсем не подход. Ну, я думаю, что, да, я думаю, что, конечно, есть нюансы, потому что это очень все индивидуально. Поверьте мне, есть и тяжелая степень инвалидности у людей, которые, конечно, вызывают спорные вопросы. И у специалистов тоже, ну, именно в совместном образовательном процессе. Это все очень индивидуально. И потом эту инклюзию необходимо подкреплять хорошей, грамотной командой, которая сопровождает эту модель. А вот с этим, наверное, есть определенные проблемы. И, так сказать, да, камень преткновений – это в организации финансирования этой системы в нашей стране. Вот есть сегодня в наших педагогических вузах специалисты, которые, ну, то есть вот, ребята, студенты учатся на педагогах, есть у них какие-то курсы по инклюзии? Да, конечно. Какие-то, может быть, специальные факультеты? В 96-м году Министерство образования ввело курсы коррекционной педагогики. Это уже на официальной платформе. Поэтому, конечно, в институтах педагогики уже есть направление, которое готовит специалистов к работе с такими детьми. Но это ведь такой сложный процесс, потому что тут не просто специалист должен быть, тут психолог должен быть такой, что… Это команда. Прямо как-то на медицинском уровне, фактически. Ну, вы знаете, это команда. Да, конечно, с медициной тут много что связано, потому что все должно отталкиваться от правильной постановки диагноза. Именно правильно, понимаете, что сейчас вызывает сомнение, недоумение, когда ты видишь ребенка в реале и читаешь его, грубо говоря, не то что карту, а ПМПК, прописывать программу, по которой он должен учиться. И вот еще один вопрос перед тем, как мы уйдем на перерыв. Скажите, пожалуйста, нет ли некой опасности в том, что в глобальном смысле, что само понятие нормического понятия нормы как-то… Нормотипичные. Нормотипичность как-то будет сдвигаться. Вообще можно найти какую-то норму, от чего, как говорится, скакать? Все прописано. Есть СанПИН для ОВЗ, и там прописаны нормы комплектации классов. Это основное. Мы не должны превышать то процентное соотношение по отношению к норме, понимаете? Это обязательно соблюдение баланса нормы. Потому что если мы уже превышаем в классе, не говоря уже о комплектации, по количеству человек в классе, это малокомплектные классы, чего сейчас днем с огнем не сыщешь, понимаете, в нашей… Но боюсь, что за ковидом теперь будет… Да, 32 человека, иногда и больше. А жизнь заставляет, чтобы было меньше. Да, и не только жизнь, а законно, понимаете. Есть же все нормативные акты, которые регламентируют образовательный процесс создания условий специальных для детей не только с особенностями развития, но и нормы, если мы говорим о инклюзии. Просто для критика в инклюзии, да, они же существуют, безусловно, которые… У нас есть площадки, которые успешно реализуют эту форму обучения. И в Москве, и в регионах. Ну, просто я же говорю, что некоторые критики считают, что если активно будем погружаться в этот процесс, то, мол, мы потеряем само понятие нормы. То есть человек будет приходить в школу и приводить своего ребенка, и будет не в курсе. Очень много противников этой формы обучения. Но я же вам еще раз говорю, это не только вот бросили, понимаете, и выплывай как хочешь. Это сопровождение специалистами, командой специалистов, понимаете. То есть много тут входящих, которые должны работать. Очень много нюансов. И, естественно, норма – это основное, за что мы должны как бы заботиться и сохранять, понимаете, в ее рамках, скажем так, терапевтических. И вот о вашей норме, о норме, как это работает в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, мы поговорим буквально через несколько секунд. Продолжаем нашу программу, программу «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Макарова, заместитель директора по инклюзии школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, что расшифровывается как «Ограниченные возможности здоровья». Ну и в первой части мы поговорили вообще, что такое инклюзия. Кто-то уже сталкивался с этим, приводя своих детей в школу. Кто-то участвует в этой программе, кто-то является противником этой программы, пытается, может быть, найти школу, где такого нет. Но есть школа-интернат. Это еще особое такое, на мой взгляд, учебное задение. Я, знаете, помню, когда я был лет 8-10, мне говорили, будешь плохо себя вести, мы тебя в интернат отдадим. Подскажите, до сих пор эта страшилка еще работает? Ну, я думаю, что, к сожалению, да, она работает. Но не так страшно, как это в действительности. Как это в действительности. Давайте поговорим, когда появилась такая должность в школе-интернате и почему она появилась? В нашей школе-интернате это появилось с открытием класса для детей с аутистическим спектром. Это был 17-й год. На базе школы-интернат был открыт класс, пилотный проект. Это был пилотный проект, ресурсный класс. Он и сейчас функционирует, конечно, не в той заложенной форме ресурсного класса, а более автономной, скажем так. Потому что детки обучаются на постоянной основе. И, как вам уже говорю, это 17-й год. Но у нас наша школа-интернат не реализует инклюзивную модель. То есть в том объеме, то, о чем мы говорили в первой части. Да, в том объеме, с теми требованиями, которые предъявляют нам все эти правила, структуры. Но все равно это какой-то такой уже пилотный ход. Это школа, которая была основана в 1954 году для слабовидящих детей. И основной профиль работы – это дети слабовидящие. На данный момент это и является основным профилем в этой школе. То есть основной контингент детей – это слабовидящие дети. Все? Да, без исключения. То есть это фактически, получается, именно коррекционная школа. Да, коррекционная школа. Но хочу заметить, что у нас, как правило, дети имеют сочетанные диагнозы. То есть основной диагноз и сопутствующие. Ну, как правило, в основном. А много детей сейчас работают? У нас обучается на данный момент 170 человек. Ой, как много. Да. Ну, для школы. Я так понимаю, что это особый педагогический состав, который проходит специальные… Конечно, конечно. Это коррекционные педагоги, тифлопедагоги, которые постоянно повышают уровень своей квалификации, проходят обучение. То есть это процесс во всех, так сказать, своих направлениях, связанный с коррекционной педагогикой. Знаете, я работаю на радио много-много лет. Я всегда ловил себя на мысли, что есть люди, которые вообще не видят. Есть люди, которые плохо видят. Для них радио – это единственный способ общения, связи. То есть человек просто включает радио, чтобы с ним кто-то разговаривал. Очень много одиноких людей, взрослых. Очень много. Это проблема. Это проблема. Сегодняшняя, современная наша. Сам тоже сталкивался. Мы готовили комментаторов специальных для слабовидящих людей. Вот когда была Олимпиада, был специальный набор волонтеров, которые прошли какое-то… То есть их задача была комментировать. То есть на стадионе в Сочи раздали вот этим людям тысячи человек, по-моему, примерно было на весь стадион. Раздали специальные наушники. И чтобы вы понимали, вот то, что мы видим, а слабовидящие могут… Ну, разный, да, там спектр того, что они видят. Ну, рассказывали. Вот сейчас там большой шар появляется на стадионе. И там всё расписано. Мне ещё показывали, как кино комментируют. Что там фильм про войну. Прямо там человек всё рассказывает, что не просто снаряд упал, а как от него всё полетели. Это целая, ну, я бы даже сказал, культура. И здесь вот того, как профессионально подготовлены люди, очень много зависит. Это что за педагоги? Где они берутся, такие люди? Ну, есть институты, центры ресурсные. Вы должны иметь какую-то психологическую, я даже не знаю. Ну, давайте так, откровенно говорить. Знаете, коррекционный педагог. Обычный человек, приходящий, обычный педагог, я уж не говорю просто о человеке, да, сталкивающийся с такой историей, ему нужно перейти к какой-то барьер, прежде чем убедить себя в том, что всё нормально, просто люди немножко другие. Да. Во-первых, это педагог, который принимает, безусловно, этих детей. Понимаете? Без этого ощущения, без этого чувства работать опасно. Опасно, да. Потому что педагог, который не принимает на уровне, на своём, такого ребёнка, он наносит вред этому ребёнку. И им просто нельзя действительно работать. Ты либо принимаешь этих детей, принимаешь их особенности, лояльно относишься к тем или иным моментам поведенческим, скажем так, да, и тогда ты понимаешь, что ты можешь работать с этой категорией детей. Это основное. Это, на мой взгляд, может быть, сейчас кто-то и осудит меня. Я тоже с вами согласен, потому что это… Это основная задача. Ты можешь быть семи пядей во лбу, иметь массу дипломов, да, постоянно где-то на мировом уровне вести какие-то семинары, вебинары. Но если ты не работаешь руками с этим ребёнком, да, в формате, не можешь установить с ним доверительные отношения, то все твои методики, ну, скажем так… Это всё это, знаете, это как любой специалист. Это формальность такая для галочки. Всё, что угодно может висеть у него в кабинете. У меня такой вопрос. Вот дети, довольно большое количество детей. Как они себя ведут? Как это проходит? Потому что сейчас для человека, который с этим не сталкивается, да, вот с такой ощущением, школа, да ещё интернат, вот они там все бедные сидят, все худенькие, грустные. Вы знаете, я бы не сказала так. Нет, я просто, понимаете, да, о чём вы говорите? Вот как происходит этот процесс? Как создать, чтобы ребята жили нормальной, хорошей, такой детской жизнью? Полноценной жизнью. Как там с питанием, с проживанием? Это же интернат. Как вообще всё это работает? Ну, интернат работает в двух форматах. Это круглосуточное пребывание понедельник-пятница и очное. То есть дети обучаются и со второй половины уходят домой. То есть два формата. И это очень удобно, на самом деле. Не все дети остаются на ночь, но в основном и такая форма тоже у нас есть. Питание у нас пятиразовое. Уменьше. Да, бесплатное для нашей категории детей. Моголота прям. Вполне, вы знаете. Достаточно вкусное. Родители в этом могут убедиться, потому что есть формат контроля, родительского контроля за питанием. И в прошлом году он был введён достаточно успешно. Родители приходили, снимали пробу, обедали, завтракали. И пока претензий не было. Домой, понимаю. А те, кто остаётся, какая-то ещё дополнительная программа есть? Конечно, они остаётся. У них есть воспитатели, которые сопровождают весь процесс. У них есть дополнительные занятия. Это кружковая деятельность. У нас замечательный хор, который объездил многочисленные конкурсы, завоевывал. Достаточно престижные места и призовые в том числе. У нас хорошая, прекрасная изо-студия. Дети рисуют, несмотря на свои проблемы, и прекрасно рисуют. В прошлом году наша выпускница поступила в Институт живописи. Насколько я помню, я сейчас не буду так в подробную. Я знаю, что она очень талантливая девочка. И она реализовывает свои возможности успешно. Это вам, что называется, карми плюс в таких случаях. Ну да, конечно. Вы же понимаете, что эти дети в чём-то в узком направлении успешны. А куда дальше? Вопрос наверняка. Это очень проблемный вопрос. Вы знаете. Кстати, они учатся сколько? 11 классов? Нет, они учатся 12 лет. Вот как только вступил в ГОСы, у нас получается пролонгированная начальная школа. То есть дополнительно ещё год. Вместо 4 лет они учатся 5 лет. И как раз 16-го года с выходом в ГОСов дети обучаются 12 лет в нашем школе-интернате. И потом куда? Ну, потом поступают в колледж. Потому что я так понимаю, что есть дети, у которых обычная нормальная семья, а есть где всё-таки какие-то сложности. Ну так и везде, вы знаете, ведь... И в обычной школе. В обычной школе так. Семьи все разные. И внимание, которое уделяют родители своим детям... Ну я к чему веду, не получается так, что вот закончил интернат, где пятиразовое питание, где воспитатели, и мы предполагаем... Микроклимат. Вдруг ребёнок попадает совершенно иной. Ещё ребёнок всё равно попадает в какой-то иной мир, который, как и для нас с вами, иногда совсем не микроклимат. Да, совсем. Вот как это происходит? Вы следите за их судьбой? Во-первых, дети, которые заканчивают у нас 9 классов, если они не поступают, они возвращаются и получают полностью образование. А вот так, то есть есть у них возможность. Да, конечно, есть у них возможность. И продолжают своё образование в нашей школе-интернате. Дети поступают в колледжи в основном, да, это колледжи. Есть, конечно, и те, которые поступают в институт. Так что, как и у всех, они реализуются, получают профессию, работают. А вот медицинская составляющая, у вас есть какой-то врач там специальный? Да, у нас укомплектованы на данный момент врачом-офтальмологом, который курирует и сопровождает наших детей. У нас есть кабинет реабилитации зрения. Это всё работает, всё работает. И вот такой ещё вопрос. Ну, зрение у кого-то улучшается или это диагноз, который не позволяет? Ну, здесь всё от медицинских показателей, понимаете? И отличного здоровья. И это всё очень индивидуально, на самом деле. Но бывали случаи, что лучше становилось? Наверное, бывали случаи, но это только может нам врач сказать, насколько это улучшается или ухудшается зрение, понимаете? Да, это всё индивидуально. Здесь же не только участвует школа, но и родители, которые обязаны брать на себя основную нагрузку по получению образования ребёнка. А места хватает или очередь к вам стоит? Хватает, хватает. Места, да, хватает. Не бывает такого, что придёт ребёнок, а вы скажете, ну, не вы конкретно, я имею в виду, интернат скажет, вы знаете, приходите через год, у нас сегодня закрыто всё. Ну, они обращаются в управление образованием, управление образованием даёт путёвку для зачисления в нашу школу. Ну, хорошо, завершая разговор о школе-интернате, возвращаясь вот к этой теории, в данном случае мы говорили о коррекционном обучении, то, чем занимается школа-интернат, но мы понимаем, что, видимо, скоро у нас появится инклюзивное тоже учебное заведение. Вот как вы считаете, насколько мы готовы сегодня процентов, чтобы в обычной школе появилось довольно большое количество детей с, вот как написано, ведь не выучил до сих пор, ограниченными возможностями здоровья? Ну, вы знаете, к своему, так сказать, сожалению, я могу отметить такую тенденцию, что у нас инклюзия заходит очень неравномерно на территории Российской Федерации. Это всё связано с условиями и возможностями каждого региона и городского округа. Вот финансовой составляющей это очень много зависит, потому что инклюзия, она в основном подкрепляется сильным коллективом, коллективом, который работает в каждой школе. То есть, по сути, это каждая школа должна иметь в штате коррекционных педагогов. Которые в любую секунду могут переключиться. Пехологи, дефектологи, логопеды и тьютеры. Тьютер – это профессия максимально востребованная, но настолько… А что это тьютер? Тьютер – это ассистент, ну не ассистент, это как бы человек, который сопровождает ребёнка с инвалидностью, с образе. В этом процессе. Ну, по крайней мере, мы подняли эту проблему. Сегодня видим, что у нас есть школа-интернат для обучающихся с ОВЗ. То есть, есть уже практики и методики, с которыми работаете вы, с коррекционным образованием. А как уж будет с инклюзией, тут, конечно, время, как говорят в таких случаях, должно показать, насколько готовы люди, все – родители, педагоги, дети. Как готовы родители и дети, у которых есть эти проблемы. И как, в общем-то, готовы, прежде всего, общество. Тот самый социум, о котором так у нас любят говорить. Спасибо вам большое. Мы хотим пожелать всем вашим учащимся и воспитанникам здоровья. И нашим коллегам обязательно. И вашим коллегам тоже, да, всем. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Татьяна Владимировна Макарова, заместитель директора по инклюзии школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И несмотря на то, что уже этот праздник прошёл, всё-таки в октябре мы помним, что есть День учителя. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова